Всем привет! Как и обещал, начинаю обзор на советские эсминцы альтернативной ветки. Точнее, те, которые пришли на замену, которые остались. И первый у нас, конечно же, подвойский, который заменил на пятом уровне гневного, а гневный переместился уже на шестой уровень. Посмотрим, нормально ли кораблик нам завезли, стоит ли оставлять его в порту, а те, кто еще эту ветку не выкачивал, стоит ли вообще ее качать и что он из себя представляет. Итак, вначале, как обычно, под ЭТХ корабля. У нас боеспособность 12700, бронирование до 13 мм, то есть, как обычно, на эсминцах бронирования отсутствует. Главный калибр. У нас представлены пятью одноорудийными башнями калибром 133 мм. Дальность стрельбы у нас 9,5 км без усиленной огневой подготовки. И с перком усиленная огневая подготовка разгоняется до 11,4 км. Перезарядка 9,2 секунды в стоке. И если мы берем перк базовая огневая подготовка, то перезарядка сокращается до 8,3 секунд. Поворот башен на 180 градусов у нас занимает 17,1 секунду. Это с перком мастер-наводчик. Максимальный урон с фугасов у нас составляет 1900 при 8% вероятности вызвать пожар. И максимальный урон с ББшек у нас 2500. Торпедное вооружение. Представлено двумя трехорудийными торпедными аппаратами калибром 533 мм. Дальность хода торпед стандартная для советов на пятом уровне. 4 км. Скорость 65 узлов. Урон максимальный 14,4 км. И перезарядка торпедных аппаратов в стоке без перков занимает 70 секунд. На корабле также есть какое-то ПВО. Представлено оно 5-37 мм орудиями. И дальность стрельбы ПВО у нас 3,2 км. По скоростным маневренным характеристикам у нас максимальная скорость хода с флажками составляет 44,1 узел. Это конечно же без форсажа. Радиус циркуляции 700 метров. И перекладка руля 3,2 секунды. Руль у нас достаточно бодренький. И маневрируем, по крайней мере начинаем циркуляцию. Мы достаточно хорошо. Поэтому на торпеды реагируем более или менее адекватно. По незаметности в стоке у нас засвет с кораблей 7,5 км. Если же мы поставим 4 перк на незаметность, то у нас получается 6,8 км. И соответственно 3,8 км засвета с самолетом. Такие в общем ТТХ корабля, который пришел на смену гневного. Как он себя чувствует и вообще хороший ли, годный ли кораблик завезли. Как только я сел в принципе на тесте, кораблик понравился и зашел сразу. Потому что кто еще не заметил, главная фишка по сравнению с гневным у данного корабля. Это то, что у нас орудия главного калибра крутятся на 360 градусов. То есть мы их можем поворачивать как через нос, так и через корму. Ну и вторая конечно фишечка, это то, что у нас очень классные комфортные углы наведения орудий. Кто помнит гневного, те знают, что если носовые орудия, когда мы шли носом на противник, как понятное дело, нормально стреляли. То для того, чтобы стрелять с кормовых орудий, приходилось полностью раскорячиваться и подставлять борт. На подвойском данная уже как бы фишка устранена, недостаток. Тут мы можем спокойно идти на противника и настреливать с минимальным доворотом. Также мы можем отступать от противника и тоже по нему стрелять. Поэтому углы у нас очень комфортные у орудий. А то, что скорострельность главного калибра уменьшилась. Во-первых, это компенсируется все-таки увеличившимися башнями главного калибра. На гневном у нас было 4, тут 5. А во-вторых, благодаря опять тем же комфортным углам наведения, реализовать главный калибр намного удобнее. И по сути говоря, скорее всего, именно в боевых, а не полигонных условиях, наш ДПМ на подвойском примерно такой же, как и на гневном. К тому же, все знают, что орудия главного калибра на советских эсминцах начальных вращаются достаточно медленно. Поэтому на гневном орудия частенько просто-напросто не успевали поворачиваться за эсминцем. И реальная наша скорострельность падала. Частенько многие игроки, которые действительно играли на гневном, и этот эсминец им понравился, ставили модуль, который как раз-то уменьшает скорострельность орудий, но увеличивает их скорость поворота. Потому что в любом случае, эту скорострельность в боевых условиях реализовывать не получалось. Если мы пытались полностью реализовывать скорострельность, то вот на таких вот коротких дистанциях, если шел маневренный бой, то у нас было два варианта. Либо маневрировать, и, соответственно, орудия просто-напросто не успевали за маневром, либо не маневрировать. И тогда мы, конечно же, конкретно отхватывали, несмотря на то, что вроде как и дамажили противника. Поэтому с точки зрения именно у ворота от огня противника и нанесения дамага под войск, и достаточно комфортный эсминец, и с этим у него никаких проблем, в общем-то, нет. Конечно, главная его фишка, что у него хорошо получается, это охота на вражеских эсминцев, потому что у нас отличная скорость, и практически никакой эсминец от нас уйти не может по скоростным параметрам. И плюс, если попадаются вот такие вот товарищи на крейсерах, которые подставляют свой картонный борт, то наши ББшки просто шикарно по ним заходят, и всего лишь за 4-5 залпов, возможно, даже пуловый крейсер, который подставил вам борт, полностью отправят на дно, если повезло с попаданием в цитадель, и снаряды нормально зашли в корабль. Поэтому, как всегда, главный кор наш это эсминцы, и картонные крейсера, если удается их подловить в борт. Ну, а торпедное вооружение позволяет, если вы пикируете, то, в принципе, с двух торпедных вееров забирать практически любой линкор, да и другие классы кораблей, которые вам встречаются в боях. Если говорить еще об одной фишке, которая была на гневном, это стрельба из инвиза, то, как уже все догадались, разработчики новые ветки уже выпускают без этих приколов, так что ни на каких, ни на немцах, ни на советах уже никакой стрельбы из инвиза, к сожалению, нет. Поэтому, столь любимый прикол на гневном, когда его можно было очень хорошо заточить, стрельбу из инвиза на подвойском отсутствует. Но, все-таки, дальность стрельбы на нем достаточно комфортная, и, в общем-то, настреливать по противнику с максимальной дистанцией можно вполне комфортно. Баллистика тут стандартная советская, и вражеские корабли достаточно хорошо раздамаживаются, поджигаются, если вы еще и поставите инерционный взрыватель, то будет дамажка хорошо заходить по надстройкам, и, в общем-то, помимо урона поджогом, вы сможете выбивать также дамаг и прямым уроном. Как раз видим, насколько было удобно стрельба по миникадзе, когда орудия вращаются через нос. Я начал ворачиваться от торпед, но при этом никак мой урон по данному эсминцу не пострадал. Я также продолжаю на него идти носом и настреливать, не опасаясь того, что орудия где-то там сейчас будут полминуты разворачиваться. Я потеряю кучу времени на то, чтобы их переложить. Спокойненько расстреливаю эсминец, и, в общем-то, вполне комфортно уклоняюсь от торпед. Поэтому именно в таких боях, в таких боестолкновениях под войске чувствуют себя очень хорошо. Так что, если данный эсминец у вас появился в порту, вам его начислили, и вы являетесь поклонником советских эсминцев, то, конечно же, смело его можно оставлять в порту, потому что кораблик реально фановый и доставляет много приятных минут в бою. Ну а тем, кто только собирается выкачивать, также могу данный корабль рекомендовать, потому что, действительно, годный кораблик, и на пятом уровне теперь, наверное, будет одним из моих любимых эсминцев, возможно, даже наравне с гремящим. Ну и видим результаты. Тут никаких ачивок мне не давали, потому что на тестовых кораблях ни краконов, ничего не выдавали. Но, тем не менее, можно посмотреть на результаты, какие можно набивать на данном эсминце.